МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала Кубань-24 продолжает программа на стороне закона. В ближайшие несколько минут расскажем о происшествиях в крае. Меня зовут Вячеслав Ширяев. Здравствуйте. Седьмой этаж сгорел дотла. Владельцы 54-х квартир остались без вещей, документов и крыши над головой. Краевой СК назвал виновника вспыхнувшего с сентября 2020-го многоквартирного дома по улице Российской. Им оказался застройщик, который возвел мансарду в разрез всем правилам безопасности. Седьмой этаж указанного строения вместо технического в нарушении требований противопожарной безопасности был оборудован под жилые помещения. На нем отсутствовали бренд Мауры. Внутренний объем помещений разделялся от чердачного только посредством натяжного потолга из ПВХ-материала. Допущенные на стадии строительства существенные нарушения способствовали и привели к распространению в ночь на 13 сентября прошлого года пожара. Одна за одной, как спичечные коробки, в ту ночь вспыхивали квартиры. Свою вину застройщик признал полностью. Сейчас его уголовное дело направили на рассмотрение в суд. Гнали, гнали и прижали крыло патрульного авто. Цена успешной полицейской погони в Новокубанском районе. Там правоохранители остановили 28-летнего грузоперевозчика запрещенки. Из точки А в точку Б и дальше по алфавиту мужчина развозил наркотики. На след из полимерных пакетов напали дорожные инспекторы. Этот рейс для дилера стал последним. Правоохранители прижали авто на обочине и изъяли у его водителя 60 граммов белого порошка. Позже экспертиза подтвердила в свертке из изоленты героин. За организованную наркотическую доставку на дом мужчине грозит до 20 лет тюрьмы. Аналогичное наказание ждет и закладчицу из Новороссийска. В отличие от своего коллеги по работе, ее задержание прошло куда легче. Пришла на место, оставила пакетик, была схвачена полицейскими. Вот так просто, в три этапа и за несколько минут женщина лишила себя свободы. В дамской сумочке правоохранители нашли 92 свертка порошка. Внутри 16 граммов метил-Н метилфедрона и около 1 грамма мифедрона. Купила их женщина в интернете, хотела заработать, а получила путевку по этапу. На время следствия закладчица останется под стражей. Тысяча и один патрон. Сказка о том, как хранение оружия и боеприпасов к нему может обернуться тюремным сроком. В Темлюкском районе полиция задержала хранителя сундучка с огнестрельными сокровищами. Водопад из боеприпасов и крупнокалиберное «Нечто» изъяли правоохранители у задержанного. Гадать о происхождении неизвестной царь-пушки экспертам пришлось недолго. Согласно заключению эксперта, изъятое является гладкоствольным огнестрельным оружием, изготовленным кустарным способом, из сигнального пистолета и пригодным для производства выстрелов. Патроны являются боеприпасами, пригодными для стрельбы из различных видов огнестрельного оружия. В настоящее время отделом до здания ОМВД России по Темлюкскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Четыре года тюрьмы по статье 222-й грозит изобретательному оружейнику, жителю города Темрюк. Сейчас следствие на этапе проверки. А руки-то все помнят. В Краснодаре задержан ветеран воровского дела. Мужчина обчистил пенсионерку на рынке. Из ее кармана в аккурат достал кошелек. Заядлый вор, конечно, продешевил, но все сделал быстро и четко, как в старой доброй. Единственная ошибка, которая стоила ему задержания в игнорировании камер большого брата. Благодаря изучению записи с камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска узнали в полученном изображении предполагаемого злоумышленника, ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления 72-летнего уроженца Республики Абхазия. Правоохранителям удалось задержать мужчину на улице Стасова и уже в отделе полиции. Он признался в содеянном, пояснив, что тайно похищенный из сумки пенсионерки кошелек выбросил, а денежные средства потратил на приобретение продуктов. Теперь заботиться о пропитании у мужчины нужды не будет. В тюрьме, как известно, кормят по расписанию. Сегодня подробную информацию о некоторых видах огнестрельного оружия расскажет старший эксперт отдела экспертно-криминалистических учетов ЭКЦГУ МВД России по Краснодарскому краю Антон Смаль. ЭКЦГУ МВД России по Краснодарскому краю Антон Смаль. Ну, давайте, с самого, наверное, интересного образца. Это Маузер 96, К-96, как по фильмам «Революция» любимое оружие Нестора Махно. Вот этот экземпляр, он находится в абсолютно рабочем состоянии. Мы из него стреляем по мере необходимости. Мне нравится Ваша фраза, мы с него стреляем по мере необходимости. По мере необходимости, когда приходят патроны на экспертизу, вопрос о пригодности к стрельбе патронов решается только путем его экспериментального отстрела. Естественно, чтобы произойти отстрел, необходимо оружие. Патроны изымаются, как Вы уже поняли, эхо войны, то есть разных времен, разного калибра. И для этого нам нужно оружие. Вот этот образец прекрасно подходит для производства экспериментальной стрельбы. Если говорить о Маузере К-96, можно сказать, что это одна из модификаций представленного оружия. Потому что модификация с неотъемным, с постоянным магазином. Были модификации с отъемным магазином на разное количество патронов. Хорошо, движемся дальше. Движемся дальше. Как вот мой любимый экземпляр, Кольт 1911. Чем примечательна именно эта модель, именно этот пистолет, тем, что он был изготовлен в Америке для России в период Первой мировой войны. На нем имеется соответствующее маркировочное обозначение. Что это заказ? Что это, да, английский заказ. То есть, можете обратить внимание, что все маркировки на английском языке. И здесь внизу вот тут. Кириллица и указана. То есть, вот такой образец дошел до наших дней. Сохранился. Какого рода он, если вы скажете? Не готов сказать. А. Нет. Вот это тот, что 902? Это патент. А, это патент. Это номер патента, по которому производился. Вот. Такой он проблематический. Тяжелый достаточно. Тяжелый достаточно. Так, движемся дальше. Давайте вот несколько слов об этом, небольшом таком, прямо скажем, более похожем на дамский пистолет. Вы совершенно правы. Пистолет фирмы Легнос. Очень широко распространенный в 19 веке. Как оружие самообороны. Калибра 6,35 мм. Вы правильно сказали, что похож на дамский. То есть, сила своих малых размеров, его можно спрятать практически в любой части одежды, в сумке, где вам захочется. Очень удобно. Обратите внимание на спусковую скобу. Взводится следующим образом пистолет. Для скорости и удобства. Все. Мы дослали патрон в патронник, и можно производить стрельбу. Необычно. Необычно. Прямо скажем. Антон, немножечко оторвемся от представленной коллекции. Какие чувства вы испытываете, когда к вам попадают какие-то очень редкие и интересные экземпляры? Ну, конечно же. Чувство восторга. В какой-то степени чувство гордости, что у меня есть такая возможность прикоснуться к данному экземпляру оружия. Так что мне выпала определенная честь это сделать. Хорошо, движемся дальше. Давайте перейдем, я не знаю, вообще, по-моему, к старине, да? Это совсем старина. Это Смит Вессон третьей модели. Излюбленное оружие того времени. Кинематографа. Вот хочется обратить внимание на то, что фильм «Турецкий гамбит». Он участвовал в съемке. Не именно этот револьвер участвовал в съемке. Ну да, да. Модель данного револьвера, который использовал главный герой. Чем примечательна этот образец и, в принципе, модель, тем, что давайте я вам покажу. Для его перезарядки, быстрая перезарядка, рамка переламывалась, снаряжался барабан патронами. Закрывалась. И защелкивалась. Да, точно так же для извлечения стрелянных гильз, все гильзы извлекались одновременно путем выдвигания, да, с помощью экстрактора. Как я понимаю, он стрелял, вот, каждый выстрел, это, вот, каждое нажатие спускового крючка, это один выстрел. То есть он... Он одинарного действия, как правильно сказали. То есть для того, чтобы произвести выстрел, перед каждым выстрелом необходимо пальцем взвести курок, после чего нажать на спусковой крючок. Он одинарного действия. Я должен доложить, что весьма, наверное, проблематично было в бою, вот, так все это... Ну, дело с норовки, конечно же. Накануне вечером в одном из дворов в краевом центре загорелся припаркованный внедорожник. Единственная из всех отважная девушка, раздобыв тазик, пыталась потушить элитную иномарку из ближайшей лужи. Мужчины в этот момент искали огнетушитель, вызывали пожарных, давали советы, снимали на телефон или просто ходили из стороны в сторону. Позже прибывший расчет огнеборцев потушил горящий автомобиль. О дорожно-транспортных происшествиях в краевом центре далее в программе. Понедельчный обзор с камер единой дорожно-диспетчерской службы начнем с субботней аварии на перекрестке Мира и Седина. Раннее утро, возможно, немного усыпило бдительность водителя, который едет по улице Седина. На этом участке она является второстепенной, о чем говорит соответствующий знак «Уступите дорогу». Но рулевой автомобиль и коммерческого перевозчика без остановки выезжает на улицу Мира, где в полной уверенности и на хорошей скорости движется белый седан. В одно мгновение их планы по дальнейшему движению меняются. От удара виновника ДТП ощутимо пострадала передняя часть, а пострадавший лимузин эффектно развернуло на проезжей части, после чего он откатился еще на пару десятков метров. Вот оно, коварство утренних дорог. Иногда в наших обзорах в поле зрения Большого Брата попадает только сам момент столкновения. Причина остается за кадром. Этот случай как раз показывает, что повод двигаться боком у отечественной легковушки, видимо, был, но какой – неизвестно. В пересечении Октябрьской и Калинина автомобили по мере возможности проезжают этот перекресток. Темный кроссовер уже собрался поворачивать, как вдруг его рулевой останавливается. Через считанные секунды в кадре появляется легковушка, которую боком несет на остановившегося. Еще мгновение и семерка, пройдясь бортом о бампер компактного, останавливается на пешеходном переходе. Возможно, находясь в легком шоке, водители не выходят из своих машин, но позже, найдя в себе силы, автовладельцы смогли вызвать на место ДТП экипаж ДПС. И в завершение дайджеста – несоблюдение предписания знака и, как следствие, авария на пересечении Селезнева и Старокубанской. Мимо камеры единой дорожно-диспетчерской службы проезжает белая иномарка. Именно ее владелец через несколько метров проигнорирует знак «Уступите дорогу» и получит сильный удар в пассажирскую сторону своего железного коня. Проезжая участок, он не обратил внимания на знак и на то, что для других участников движения загорелся разрешающий сигнал светофора. На зеленый стартовал и белый кроссовер, который протаранил машину нарушителя. В результате, помимо правоохранителей, на место происшествия прибыли эвакуаторы и карета скорой помощи. Покурить да подымить цели, преследуемые любителями трубок, сигарет, кальянов и новомодных вейпов. Уталять свою никотиновую жажду они обычно ходят в специальные для этого табачные магазины, где даже курильщик-гурман найдет для себя подходящий вариант. На днях одну из таких точек и прикрыли правоохранители в Анапе. Его хозяйка взяла тенденцию торговать некачественным товаром. Более 5000 пачек сигарет, около 1000 шайб кальянного табака и 216 упаковок для трубки были выставлены на полки без акцизных марок. Рядом стояли коробки и хита прошлого сезона, электронных сигарет их было 918 штук. О том, что подделкой торговать запрещено, догадаться несложно. Товарную ленту правоохранители изъяли подчистую, а на ее хозяйку возбудили уголовное дело. На сегодня это все. Увидимся завтра.